Приветствую вас, мои драгоценные, на нарративном раскладе. Что-то я вчера закрутилась, да, такое называется сериал «Люба, дети и завод». И во всех этих хлопотах и делах как-то даже не выкрыла время, чтобы с вами увидеться, но очень скучала, и поэтому сегодня я снова здесь. Давайте с вами посмотрим тему «Что ждет тебя в любви?». Большой срок загадывать не будем, ну, ближайший месяц, допустим. Было бы очень интересно посмотреть. Друзья, спасибо огромное за поддержку всем тем, кто присылает донаты. Абсолютно любого размера, реквизиты указаны в описании. Очень вам признательно. Итак, «Что ждет тебя в любви?». Для начала давайте посмотрим, кто вы, да, ваш портрет. Может быть, что сейчас в вашей жизни происходит, как такие ведущие эмоции, ведущие настроения. Так, на данный момент. Рыцарь мечей, шестерка мечей. Угу, еще две карты. Ну, раз хотят две, значит, две. Так, посмотрите, какая здесь у вас история. Это история про то, что вы в результате того, что кто-то пытается каким-то образом вас провоцировать, ну, либо как-то дестабилизировать ваше настроение, вы всячески пытаетесь от этого уходить. Либо уходить из какого-то старого окружения, либо более метафорически, да, от прошлого к будущему, от каких-то старых способов жить, старых способов думать, каких-то установок токсичных, отживших, к чему-то новому, какому-то новому способу. Вы очень обучаемы, восприимчивы, вы очень адаптивны. Вы такой человек, который очень быстро все схватывает на лету, как бы мотаете на ус, и опираясь на какую-то новую информацию, да, находя вот эти вот опоры и новые какие-то пути, вы на всех порах движетесь к достижению своей самой главной цели. А главная цель – это обретение верных, стабильных отношений. Это не обязательно должна быть семья, брак, но это должно быть единение с каким-то человеком, близким вам по духу. Это должно быть какое-то общее пространство, для кого актуально, может быть, и дети. Да, потому что, ну, на самом деле, конечно, странно было бы на общем раскладе говорить, что, да, вот дети только обязательно в браке, где поставлен штамп. Ничего подобного, да. Для кого-то, например, рождение детей – это и есть смысл заводить какие бы то ни было отношения и выстраивать какой-то союз. В общем, вы движетесь к тому образу взаимоотношений, который для вас считается оптимальным и идеальным. То есть вот такая вот у вас сейчас стратегия поведения и линия поведения. Ну, именно поэтому, наверное, тема «Что ждет тебя в любви?» будет как нельзя более кстати сегодня. Давайте с вами посмотрим, что в прошлом. Ваша любовная история, ваши отношения, ваш опыт. Про что ваше прошлое? В вашем прошлом было очень много отношений, которые начинались очень легко, ну, я бы даже так сказала бездумно, да, и начинались как что-то такое вот фривольное, ни к чему не обязывающее, легкомысленное. Может быть, вас партнер к этому каким-то образом подталкивал. И вы, может быть, боясь, что если вы не откликнетесь на это предложение судьбы, да, на этот шанс, то не будет вообще никаких отношений. Поэтому, ну, как сказать, не то чтобы хватались за соломинку, но, в принципе, надеясь на то, что из этого разрастется что-то более серьезное, вступали в отношения даже такие поверхностные, легкомысленные. Может быть, треугольники тоже имели место в вашей жизни. Очень много опыта было вынесено вот с таким финалом, как ощущение аутсайдерства, такого фиаско, разрушения, тяжелой душевной травмы. В некоторых случаях, да, для кого-то какие-то отношения, они буквально вот морально, эмоционально, психологически размазывали, да, до основания. То есть потом было очень сложно себя опять собирать по куску, чтобы как-то жить дальше. То есть вы человек, который легко отзывается на какие-то истории, которые вас эмоционально заинтересовывают, вовлекают. То есть эмоциональная составляющая очень важна. Вы очень цените в отношениях легкость, да. Не любите, когда все очень как-то тяжеловесно, очень все муторно, как-то рутинно. Вот это вы не переносите. Вы хотите, чтобы в отношениях, в общем, преобладало такое настроение, состояние праздника. Но в прошлом довольно часто за желание вот подарить этот праздник своему партнеру вы могли поплатиться тем, что, ну, либо жертвовали своим здоровьем, временем, какими-то ресурсами, финансами. То есть какие-то терпели убытки. Что сейчас в вашей личной жизни происходит? Как она выглядит на данный момент? Что можно сказать? Ну, надо сказать, что из-за того, что вы натерпелись в прошлом, вероятно, вы сейчас очень бдительно стоите на страже своих собственных границ. Вы выстроили свою какую-то очень уютную, комфортную, изобильную жизнь. Да, жизнь такой в достатке, жизнь, которая вас устраивает. Живете вы припеваючи. Да, все очень относительно, да. Но вы, по крайней мере, то, к чему сейчас пришли, очень цените. Вы за это очень благодарны и себе, и мирозданию. Ну, еще, вероятно, у вас есть на примете некий человек, которому вы испытываете романтические чувства. Это может быть представитель водной стихии, либо это человек, который очень словоохотливый, очень такой красноречивый, велеречивый, да. Человек, который умеет так говорить, вот как соловей на ветке, что заслушаешься. Это человек, который и в своих каких-то действиях, жестах проявляется очень привлекательно, да. Может быть, отчасти такой хороший манипулятор. Как минимум, человек с очень хорошей эмпатией. Ну, и поэтому вам кажется, что этот человек добр, да. И именно поэтому есть шанс, что от него, может быть, и не стоит ждать подвоха. Но вы, конечно, очень защищаетесь, потому что много раз делали больно. Поэтому у вас сейчас такая жесткая система фильтрации. Вот далеко не каждый окажется в близком вам окружении. Прямо всех очень досконально на своем сканере психологическом проверяйте. Давайте теперь спросим Вселенную. Новые отношения, новая любовь, да. Наш расклад, что ждет в любви, да. Что можно сказать про новые отношения, которые в вашу жизнь идут? Что это такое за отношения? Какая любовь, какие отношения вас ждут? Вот посмотрите, в этих отношениях будет замечательный баланс. С одной стороны, будет очень много творчества, очень много разнообразия, очень много возможностей воплотить какие-то свои фантазии, мечты. С другой стороны, вы уже с высоты своего опыта не будете терять голову. То есть это не история, когда вы кидаетесь куда-то, очертя голову, да, как вот этот шут. Шагаете в обрыв, шагаете в пропасть, совершенно не заботясь о том, что там будет дальше, да. Вот помирать так с музыкой. Нет. Здесь как-то вот не теряя рассудка, при всем при этом вы сможете выстроить какую-то очень красивую историю, которая вас тоже будет удовлетворять. Ну и еще, конечно, это будут отношения, которые уже не будут нарушать баланса брать-давать, вы не будете терять, вы даже будете в профиците, потому что это шестерка Пентакли, символ щедрости. Скорее всего, вы вступите в отношения с человеком, который будет ценить вас, ваше время, ваши ресурсы, которые вы вкладываете в это взаимодействие. Вы со своей стороны, естественно, как человек благодарный и опытный, тоже сможете оценить его вклад. Поэтому, скорее всего, это будут отношения, такой очень хороший баланс разума и чувств. Давайте спросим про вашего партнера, который идет в вашу жизнь. Кто он? Как его можно описать? Что про него уже сейчас известно вселенной? И что может быть для вас в какой-то момент послушать такой подсказочкой, маячком? Как вы его узнаете? Кто ваш новый партнер? Ну, это человек, который тоже так же, как и вы, в свое время уже настрадался в отношениях. И это человек, который абсолютно точно свободен. И это уже ни в коем случае не история треангуляции каких-то там сложных схем, треугольников и всего такого прочего. Это человек, который принял для себя решение выйти из ограничений. Он сделал этот выбор, и его выбор окончательный заключается именно в том, что он в подобный формат отношений больше не зайдет. Слишком много разочарования это ему принесло. Скорее всего, он больше в эти ограничения уходить не захочет. Еще, может быть, это говорит о том, что вам с ним удастся выстроить такой формат отношений, в котором никто из вас не будет чувствовать себя в тюрьме, скованным, обязанным. То есть это будет отношения, в которых будет довольно много свободы, выбора. Это будет, конечно, накладывать определенную ответственность на каждого из вас, но как в любом союзе между взрослыми людьми. То есть это будет человек, прошедший через какие-то перипетии личных отношений, вышедший из ограничений и абсолютно сознательно выбравший отношения с вами. Это не история любовь и голубей, когда по пьянке закрутилось. Нет, это будет абсолютно осознанное решение. Для чего этот человек идет в вашу жизнь? Зачем вам взаимодействие с этим человеком, с этим партнером? Для чего он идет в вашу жизнь? Знаете, пошла фраза из песни какой-то, да, «Утоли мою печаль». Но это не история про то, что вы жертва, да, а он ваш донор, да, и вот такая история созависимости. Нет, это история, когда какие-то эгоистические желания и потребности друг друга в отношениях будут соблюдаться. То есть, ну, условно говоря, в этих отношениях быть эгоистом в разумных пределах не будет чем-то таким зазорным, да, никто от этого страдать не будет. А еще он идет к вам для того, чтобы действительно, ну, вот совместными какими-то усилиями что-то выстраивать, потому что есть такое ощущение, как из потока идет информация, что, ну, как будто бы раньше всегда в отношениях был какой-то перекос. Вот кто-то больше старался, да, кто-то больше вкладывал, кто-то с утра до вечера пахал, да, для того, чтобы эти отношения как-то жили, да, как-то существовали, дышали и не разваливались. Ну, а кто-то отлынивал, да, или, может быть, считал, что это не настолько важно. Здесь именно история про то, что это будет такое очень увлеченное, совместное действие, какое-то сотворчество. Совместное строительство. Ну, и в этом смысле, конечно, в этих отношениях наконец-то удастся насладиться своими истинными какими-то желаниями. Не нужно будет притворяться, не нужно будет изображать из себя человека, который вообще легко отказывается от себя в пользу приоритетов другого партнера. Ну, и давайте с вами еще заглянем, как вы себя будете чувствовать в новых отношениях. Вот если бы мы сейчас описывали ваше состояние, когда вы уже там, внутри, в этих новых отношениях. Как вы себя там будете чувствовать? Ну, посмотрите, такое ощущение, что эти отношения вам для того, чтобы выйти как раз из этого дефицита и страдания и чувствовать себя абсолютно защищенной. То есть, такая история логичного завершения каких-то ваших мытарств в любовной теме. Да, и, наконец, обретение какого-то статуса по праву, чего вы заслуживаете. Еще у вас в этих отношениях очень может быть появится такое ощущение, что весь мир у ваших ног. все вам подвластно. Да, такое состояние open mind, открытого ума, отсутствие каких-то барьеров внешних и внутренних. Ну, то есть, в этих отношениях, наконец-то, вам удастся взойти на этот эверест, метафорически выражаясь, но у вас не наступит там никакого кислородного голодания. То есть, вы будете при этом чувствовать себя там комфортно. Вам там будет уютно. Вы будете чувствовать себя в своей тарелке, на своем месте. Я от всей души желаю вам, чтобы это реализовалось как можно быстрее, легко и радостно, самым наилучшим образом для вас. Да будет так. Ну что ж, мои милые, вот такой сегодня получился нарративный расклад на тему, что ждет тебя в любви в ближайшее время. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями, как вам вся эта история откликнулась, срезонировала. С большим удовольствием всегда все читаю. Благодарю вас, друзья, за финансовую поддержку моего канала, за лайки, за оформление подписки. Личные расклады можно организовать, если вы мне напишите вконтакте или по почте. Я вас очень люблю и обнимаю. Берегите, пожалуйста, себя и своих близких сегодня и всегда и непременно приходите на новый нарративный расклад.